Здравствуйте, дорогие ребята! Тема нашего урока – природа нашей Родины. Как всем нам с вами известно, Азербайджан расположен на западном побережье Каспийского моря в восточной части Южного Кавказа. Азербайджан – удивительно красивая страна неповторимых природных контрастов. Азербайджан является представителем 9 из 11 основных типов климатических поясов или климатов земного шара, начиная от субтропиков и заканчивая высокогорными альпийскими лугами. Теперь мы с вами переходим к двум новым понятиям, таким как флора и фауна. Флора – это древнеримская богиня цветов весеннего цветения от латинского «флора» – цветок. Таким образом, флора – это исторически сложившаяся совокупность видов растений, распространенных на определенной территории. Фауна – от латинского «фауна» – богиня лесов и полей, покровительница стад животных. Также означает сложившуюся совокупность видов животных, обитающих на определенной территории. Флора – это исторически сложившаяся совокупность видов растений, распространенных на определенной территории. А фауна – это историческая сложившаяся совокупность видов животных, обитающих на определенной территории. Давайте рассмотрим картинки. Внимательно посмотрим на картинки и сделаем правильный выбор. Какие картинки относятся к флоре, а какие картинки относятся к фауне. Конечно же, ребятки, вы большие молодцы, вы правильно распределили все картинки. Здесь мы видим, две картинки относятся к флоре и две картинки относятся к фауне. Растительный мир Азербайджана очень многообразен. Территория Азербайджана очень богата флорой. Встречающиеся в Азербайджане виды растений составляют 66% от общего растительного покрова, от общего числа растительных видов Кавказа. Давайте посмотрим на наше растение. Здесь мы видим ленкаранскую акацию, дуб каштанолистный. Ленкаранская акация, когда она цветет, она похожа на один большой красивый розовый шарик. Настолько она бывает великолепна при цветении. Железное дерево и цветок Хары-Бюль-Бюль, как символ Шуши и Карабаха. Знаете ли вы, ребята, что железное дерево настолько прочное, его древесина настолько прочная, что попадая в воду, древесина тонет в воде. И в связи со своей прочностью это дерево и было названо железным. Цветок Хары-Бюль-Бюль, символ Шуши и Карабаха. Посмотрите внимательно, на кого похож цветочек Хары-Бюль-Бюль. Конечно же, на маленького красивого соловья. Следующие представители флоры – это эльдарская сосна и самшит. Вы встречались часто с самшитом, так как самшит встречается как изгородь в парках, скверах, садах, лесопарках. А эльдарская сосна является представителем нашей флоры. И некоторые растения, такие как эльдарская сосна, линкаранская акация, каштанолистный дуб, являются эндемиками. То есть они в естественных условиях произрастают только на территории Азербайджана. По-другому называются эндемичные виды. Вот насколько красив и разнообразен природа Азербайджана. Животные мира Азербайджана. Более ста видов растений и животных эндемичны для Азербайджана. На равнинах распространены такие млекопитающие, как заяц, волк, лисица. Кто это, ребятки? Посмотрите внимательно на рисунок. Больше, чем уверена, что вы узнали нашего красавца Джейраана. Другие представители фауны – это болотная черепаха, полосатая ящерица, обыкновенный уш, обыкновенная гадюка, кавказская гюрза. Все они являются присмыкающимися и ведут характерный образ жизни. В долинах Куры и Аракса водятся дикий кабан, косуля, шакал. В горах обитают такие красивые животные, как благородный аллей, евразийская рысь, азиатский леопард. Посмотрите, ребята, на них внимательно. Многие из этих животных занесены в Красную книгу. Почему они занесены в Красную книгу? Подумайте, и мы через определенное время вернемся к этому вопросу. Весьма разнообразен мир птиц. Фазан, лебедь, фламинго, а также тетерев, утки, цапли, пеликаны, бакланы. Многие из этих птиц прилетают к нам на зимовку. В Азербайджане, ребята, около 140 видов растений и 108 видов животных в связи с резким сокращением их численности оказались на грани вымирания. По этой причине они занесены в Красную книгу. Красная книга имеет красный цвет. Почему этот цвет опасности, который говорит о том, что данное животное находится на грани исчезновения? И если человек не будет защищать, охранять природу Азербайджана, данные виды исчезнут. Ведь всем хорошо вам известно, что очень многие виды животных и растений исчезли с лица земли. И восстановить их состав невозможно. Поэтому долг каждого из нас защищать, охранять и растительный, и животный мир, и природу всех, не только природу Азербайджана, но и природу всей нашей земли. Так в Каспийском море обитает единственное млекопитающее – Каспийский тюлень, который также занесен в Красную книгу. Берегите природу, ребята. Вы знаете, что человек в результате своей хозяйственной деятельности прямо или косвенно наносит природе непоправимый ущерб. Сохранение и поддержание растительного, животного мира является задачей каждого из нас, каждого ученика, каждого гражданина своей страны. Забота о природе, о природных памятниках с целью их сохранения для будущих поколений является нашим гражданским долгом. Берегите природу! Итак, ребята, сегодня мы с вами поговорили о природе нашей Родины. Познакомились с растительным миром, с животным миром. Выучили новые термины и понятия, такие как флора, фауна. Ознакомились с множеством прекрасных представителей как растений, так и животных. После урока не забудьте внимательно прочитать тему, выполнить все задания. И помните, посещение виртуальной школы является обязательным. Выполнение заданий является обязательным, так как таким образом вы не только обогащаете свои знания, но и повторяете, закрепляете весь пройденный материал. Удачи! До скорых встреч! Здравствуйте, дорогие ученики шестого класса! Рада вас приветствовать в новом учебном году! С шестого класса мы начинаем изучение нового предмета под названием география. Так как мы с вами являемся гражданами Азербайджанской Республики и проживаем на этой территории, наша первая тема будет «Азербайджан – моя Родина». Мы все должны знать географию Азербайджана. Но для этого, для начала, прежде чем приступить к изучению географии Азербайджана, мы должны ответить на несколько вопросов. А что же такое география? Что же изучает географию? И где она возникла? Совершим небольшое путешествие в Грецию, в Древнюю-Древнюю Грецию. Спросите вы, а почему именно в Грецию? Ребята, география, как наука, в первую очередь возникла именно в Греции. А фотография, которую вы видите здесь на слайде, это фотография древнегреческого ученого Эратосфена. Он является ученым, который использовал впервые термин «география». Само слово «география», если разделить его на несколько частей, то есть на часть «гео» и «графо», мы увидим, что в переводе с греческого языка мы переводим его как «геоземля», «графо», «пишу». В итоге получается, что география в переводе с греческого языка означает «землеописание» или же «описание земли». География – это наука о природе. О природе земной поверхности, об экономике, о населении и, наконец-таки, о хозяйственной деятельности. То есть, как вы уже увидели, сама наука географии подразделяется на две части. О науке о природе, то есть на отрасль физической географии и на отрасль экономической географии. Физическая география изучает, как мы уже сказали, природу, природные явления, всю географическую оболочку, в которую входит литосфера, гидросфера, биосфера и, наконец, атмосфера. Также у нас есть следующая отрасль – это отрасль экономической географии. Здесь мы изучаем экономику, то есть население и хозяйственную деятельность людей, то, как человек взаимодействует с природой. Ребята, теперь, когда мы уже знаем, что такое география, кто впервые использовал термин география и как переводится слово география с древнегреческого языка, мы уже можем начинать приступать к изучению географии Азербайджана. Для этого совершим небольшое путешествие из Греции, вернемся в Азербайджан. Ребята, описание каждой страны мы должны начинать с описания его географического положения. Где находится эта страна? С какими странами граничит? Азербайджан находится на самом большом материке Евразия. Азербайджан также находится на границе Европы и Азии и на пересечении торговых путей, таких как, например, древний торговый путь, шелковый путь. Сам Азербайджан граничит с пятью странами. Россия на севере, Грузия, Армения, Турция, Иран. Также с востока наша территория омывается водами Каспийского моря. Мы с вами знаем, что Каспийское море является самым крупным озером в мире. Обратим внимание на саму территорию Азербайджана. Азербайджан со всех сторон окружен горными системами. С севера – это Большой Кавказ, с западной части – это Малый Кавказ, горы Малого Кавказа, и на юге – горы Талыша или же Талышские горы. Между этими горными системами простирается Кура-Арасская равнина. Давайте теперь более детально рассмотрим все географические объекты, которые находятся на границе нашей республики. Начнем с границы с Российской Федерацией. Значит, это у нас получается в первую очередь река Самур. Дальше по границе продвигаемся, идет у нас Большой Кавказ. Арас. Дальше реки Ганых, Габыры, озеро Джандар-Гёль. На границе с Арменией у нас идут горы Малого Кавказа. На границе с Турцией река Арас. На границе с Ираном река Арас. Простирается до Талышских гор. И дальше река Астара. Это было подробное описание всех географических объектов, которые находятся на границе нашей республики. Мы также не должны забывать, что на восточных берегах Каспийского моря находятся такие страны, как Казахстан и Туркменистан, с которыми мы тоже имеем связь, в основном экономическую связь. Это, ребята, все самые важные информации, которые мы с вами должны были освоить за сегодняшний урок. Давайте обобщим все, что мы с вами сегодня изучили, и выполним такое небольшое вот задание. Обратите внимание, пожалуйста, на слайд. Здесь у нас небольшой отрывок из текста и ключевые слова. Давайте каждое ключевое слово прочитаем и разберем. Значит, горы Большого Кавказа, горы Малого Кавказа, Кура-Араская равнина, Талышские горы и Каспийское море. Все эти ключевые слова уже вам знакомы. Значит, мы можем прочитать текст и логически завершить предложение. Давайте по одному прочитаем каждое предложение. Азербайджан на суше граничит с пятью государствами. Верно. Наша республика расположена на берегу самого большого озера в мире. Да, какое это было озеро? Это было озеро, которое мы называем также морем. Каспийское море. Верно. Азербайджан окружен горами. Большого Кавказа на севере, дальше Малого Кавказа на западе. Верно. И, наконец, Талышскими горами. Между горами находится обширная Кура-Араская равнина. Молодцы. Все верно. Отлично. А теперь давайте возьмем вместе с вами атласы и контурные карты. Что вам нужно будет сделать? Обязательно, используя физическую карту Азербайджана, отметьте на контурной карте все географические объекты, которые мы сегодня с вами изучили. Это озера, реки, горные системы, которые находятся на границе Азербайджанской республики. Но обязательно систематизируйте их. После того, как отметите на контурной карте, в каждый столбец этой таблицы впишите географические объекты, которые находятся на границе с Россией, с Грузией, Арменией, Турцией и Ираном. Точно так же, как я указала в примере на слайде. Я думаю, что на этом все. Всем спасибо за внимание и до следующего раза. Здравствуйте, дорогие ученики! Поздравляю вас с началом учебного года. Сегодня мы пройдем с вами такие темы. Правила техники безопасности, работа на платформе, виды работы с информацией, а также информационные процессы. Для начала давайте вспомним, что такое информатика. Информатика изучает информацию и способы работы с ней. Давайте вспомним, для чего в кабинете информатики существуют правила техники безопасности. Техника – дело серьезное. Поэтому в кабинете информатики есть правила техники безопасности. Давайте подумаем, что тут можно делать, а что нельзя. Первое правило – это не прикасаться к проводам. Но почему нельзя прикасаться к проводам? Провода могут быть под напряжением, может ударить током. Также можно что-то не туда подключить. Нельзя бегать и прыгать в кабинете. Это тоже очень опасно. Но как вы думаете, почему нельзя это делать? Потому что в кабинете много мебели и техники. Поэтому, если необходимо передвигаться, нужно это делать спокойно и без спешки. Правило третье – за компьютером сидим с ровной спиной. Но почему за компьютером надо сидеть с ровной спиной? Потому что, чтобы у нас была хорошая и правильная осанка, а также, чтобы не испортить зрение. Правило четвертое – не приносить в кабинет еду и напитки. Предположите, что может произойти, если мы принесем напитки или еду в кабинет информатики. Крошки еды могут попасть между клавишами клавиатуры, а напитки могут провлиться и попасть на электроприборы. Давайте подумаем, что же такое информация. Информация – это сведения, которые мы получаем о мире. Существуют различные виды информации. Это текстовая, графическая, видеоинформация, звуковая, числовая информация. Давайте посмотрим. Как вы думаете, информация какого вида здесь представлена? Тут перед нами представлены числа. Давайте догадаемся, какая это информация. Это примеры числовой информации. А что здесь? Какой здесь вид информации? Новый альбом популярного певца и разговор на кухне. Это звуковая информация. Давайте посмотрим. А фотография в альбоме и картина в музее – какой вид этой информации? Это примеры графической информации. А какая информация представлена здесь? Старое, немое кино, изображение на экране игрового компьютера. Как вы думаете, какая это информация? Это видеоинформация. Информацию можно передавать. Передача – это информационный процесс, в котором есть источник и приемник информации. Давайте подумаем, что такое источник, а что такое приемник информации. Источник – это тот, от кого мы получаем информацию, то есть тот, кто передает информацию, а приемник – тот, кто получает. Также информацию можно обрабатывать. Обработка – это тоже информационный процесс, при котором на входе мы имеем одну информацию, а на выходе – другую. Например, когда мы решаем различные примеры, мы смотрим, например, обрабатываем информацию и выдаем конкретный ответ. Тут происходит обработка информации. Также информацию можно хранить. Хранение – это информационный процесс, в котором доступ к информации возможен долгое время, а сама она не изменяется. Компьютер хранит информацию на дисках, человек хранит информацию в голове, книги, библиотеки – это все тоже способы хранить информацию. Таким образом, обработка, хранение и передача – это все информационные процессы. То есть те действия, которые мы можем осуществлять с информацией, называются информационными процессами. О каких информационных процессах идет речь? Посмотрите, письмо идет от отправителя к получателю. Телевизионный сигнал и студии транслируются в доме телезрителей. Как вы думаете, какой информационный процесс тут происходит? Здесь есть источник и приемник информации. Получается, тут происходит у нас передача информации. Книга лежит на полке, фильм хранится на диске. А в этом случае информация не изменяется и не передается. Это хранение информации. Сейчас я вам покажу, как надо будет работать на платформе. Для этого, чтобы зайти на свою платформу, надо включить компьютер. Это первое. Второе – открыть программу Google Chrome. Третье – ввести интернет-адрес mars.algoritmica.as, а затем ввести пароль и логин. Посмотрите, здесь поэтапно я вам покажу в картинках, как надо это сделать. Для начала надо навести указатель мыши на значок программы и дважды нажать левой кнопкой мыши. После вводим текст mars.algoritmica.as и нажимаем Enter на клавиатуре. Убедитесь, чтобы у вас здесь выбран был английский язык. Затем вводим логин и пароль, тоже на английском языке. После этого, как вы введете свой пароль и логин, перед вами откроется вот такое окошечко. О чем это окошечко? Тут у вас будет показано электронный учебник. Что такое электронный учебник? Вся информация, которая вам понадобится для выполнения заданий на платформе, будет в этом электронном учебнике. То есть весь урок будет описан в электронном учебнике. Вы можете его открыть и прочитать. Сейчас я вам покажу, как зайти на платформу и выполнить несколько заданий. Тут перед нами ваша платформа. Так она будет выглядеть. Здесь у вас всего 4 вопроса. Первый – это электронный учебник. Если вы что-то забыли и хотите посмотреть, можете открыть, нажать на него, и перед вами откроется электронный учебник, и вы можете повторить пройденный урок. Теперь посмотрите внимательно. Вот перед вами две картинки. Кто выполняет правила? Мальчик, который сидит с прямой осанкой и держит расстояние, или мальчик, который вот так вот сидит. Кто выполняет правила? Давайте выберем первое и посмотрим. А затем надо нажать на вот эту кнопочку «Ответить». Следующий вопрос. Здесь уже спрашивается, кто нарушает правила. Надо внимательно посмотреть на картинки и выбрать правильный ответ. Давайте выберем. Мальчик, который кушает. Мальчик, который ругается с братом. Больше у нас не осталось неправильных ответов. Но здесь указали то, кто нарушает правила. Кто нарушает правила, мы указали те картинки, где мы считаем, что правила нарушены. На этих правила не нарушил мальчик. Тут он сидит с ровной осанкой, а тут указкой показывает на мониторе нужные картинки. Соедини примеры информации с подходящими им видами. Для этого смотрим, что у нас дано. Графическая, звуковая и текстовая. Тут перед нами первая картинка музыка, вторая картинка статья в газете и третья картинка фотография. Теперь посмотрим. Соедини примеры информации с подходящими им видами. Музыка это звуковая, статья в газете текстовая и фотография графическая. Вот так, ребята. Здесь вы должны проделать все шесть заданий. Это будет ваше домашнее задание. Всего вам хорошего, желаю удачи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok